Для производства мороженого в Хабаровском крае не хватает сырья. На местных фабриках выпускают около 2000 тонн десерта при потребности в регионе более 4000. А натуральное молоко уже давно используют лишь для продукта премиум класса. Есть ли шансы, что на прилавке вернется знаменитый гостовский пломбир, выясняла Анна Леонова. Со стрелок и мерцающих цифр оператор не сводит глаз. Малейший сбой в программе и знаменитый пломбир, шоколадная, ванильная, сливочная не достигнут нужной консистенции, будет уже не мороженое, а охлажденный коктейль. Здесь показывают скорость и вязкость. Вязкость – это состояние мороженого. Если вязкость пойдет, то мороженое там будет жидким. Рецепт сладкого десерта на фабрике давно уже скорректирован под местные реалии. Сельхозпредприятия «Края» не справляются с поставками сырья для производства натурального молока, кефира и творога, не говоря уже о мороженом. У нас проблемы с молоком. На данном этапе у нас загруженность цеха порядка на 60% всего. Потому что у нас нехватка сырья в регионе. Всем это известно. А потому среди ингредиентов из местного только вода из артезианской скважины. Сливочное масло поставляют на комбинат с замороженным из других регионов страны. Молоко в порошке из Белоруссии. Несколько лет назад техрегламент дал послабление производителям. По ГОСТу разрешается, а у нас мороженое гастированное. То есть мы производим его из цельного сухого молока. Сейчас в Крае мороженое производят 4 комбината. При общей потребности регионов 4000 тонн десерта. Пока еле-еле предприятия дотягивают до двух. А между тем прилавки оккупировали приезжие поставщики. Здесь не критичная ситуация. Здесь набор ситуаций связан с тем, что мы потеряли на каком-то этапе маркетинг. И компании, которые приехали к нам, пришли, зашли на наш рынок из-за пределов Хабаровского края, они применили лучший маркетинг выходы. И наш потребитель перешел на то мороженое. Хотя в этом году местные мороженщики смогли покорить привередливых азиатов. На китайский рынок поставили первые 5 тонн хабаровского мороженого. Вернуть своих потребителей они намерены уже 25-26 августа. В эти дни в парковой зоне стадиона имени Ленина построят город Мороженск. Там-то и можно будет попробовать те самые скимо, сделанные по ГОСТу. Анна Леонова, Константин Крутиков, Вести Хабаровск.